В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Натальи Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Отчет главы Люберит стал основной темой заседания Совета депутатов. Подробности обсуждений совсем скоро. Это у семи нянек дитя без глазу, а у одной мамы даже 10 под присмотром. В Люберитском роддоме Татьяна Миклашевич родила 10-го ребенка. Неважно, как питается мой ребенок, чтобы не было проблем со здоровьем. Родители пробуют школьную еду. О результатах дегустации расскажем в выпуске. Приключения на всю королевскую голову. Пройти квест в Люберцах будет интересно и детям, и взрослым. Адреса и явки знает Дарья Борисова. Сейчас об этом подробнее. Более полутора тысяч раз люберчане обратились в местное управление МВД за прошедшую неделю. Правоохранителям раскрыли 35 преступлений по горячим следам. Такие цифры озвучены на еженедельном оперативном совещании в администрации. О других темах встречи в нашем следующем сюжете. Рабочая неделя стала напряженной для люберецких огнеборцев. На тушение пожаров они выезжали семь раз. Пять возгораний зафиксированы в Люберцах. В двух случаях от огня пострадали личные автомобили жителей. По каждому факту проводится проверка, проводится дознание. Если выясняется, что это поджог, это уходит сотрудникам УВД. Если это по участию пожарного надзора, соответственно, принимаются меры воздействия на данных граждан. Машины в основном здесь две причины. Либо это поджог, либо это неисправность электропроводки. В многоквартирных домах округа продолжаются работы по замене лифтов. В 94 кабины уже введены в эксплуатацию. Еще 36 находятся в работе. До конца месяца их запустят в 17 домах. Люберецкие успехи в сфере ЖКХ оценила подмосковная госжилинспекция. Администрация округа выражена благодарной за предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг. Будем считать, что в этом плане у нас работа ведется. Но будем оценить, что это аванс, потому что в сфере ЖКХ у нас очень много вопросов. И самое главное, там вопросы возникают ежедневно, постоянно. Потому что городское хозяйство у нас большое, и стоит задача все это удерживать на уровне. Хорошую новость для жителей Томилина приготовил Мособл ЕРЦ. В поселке открылся дополнительный офис центра. Оплатить коммунальные услуги теперь можно по адресу улицы Гоголя, дом 19. Чтобы избежать очередей и сделать обслуживание жителей более комфортным и оперативным, для этого открыли еще один дополнительный офис. В первый же день было принято порядка 80 человек. То есть это очень важный момент. На совещании также обсудили другие житейские дела округа. В штатном режиме ведутся работы по зимнему содержанию дорог и общественных территорий. Продолжается благоустройство Люберец. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев, телеканал РТ. Очередное заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберце на повестке дня у народных избранников отчет главы муниципалитета и руководителя Межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Создано 1781 рабочее место. Обеспечено жильем 261 семья. В 2019 году мы открыли два новых детских сада на 400 мест. Перед депутатским корпусом глава Люберец изложил основные аспекты своего годового доклада. Народные избранники утвердили отчет Владимира Ружицкого единогласно. Следующим в проделанной работе на заседании отчитался руководитель Люберецкой полиции Евгений Романцев. Он подчеркнул, что в 2019 году у правоохранителей были как взлеты, так и падения. За 2019 год на территории обслуживания МВД Люберецкая было зарегистрировано 3529 преступлений. В 2018 году было 3200, то есть на 7% больше по сравнению с 2018 годом. Также на заседании прозвучали доклады о деятельности контрольно-счетной палаты округа и о назначении публичных слушаний по проекту изменений в устав городского округа Люберцы. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец прошел форум госжилинспекции Московской области. Вопросы взаимодействия ГЖИ, органов местного самоуправления и управляющих компаний стали главными на его повестке. Все подробности у нашего корреспондента Луизы Егезарян. Эти общественные обсуждения контрольно-надзорной деятельности госжилинспекции стали третьими по счету. На этот раз площадкой проведения форума стали Люберцы. В прошлом году администрация избавила округ от управляющих компаний с рейтингом ниже трех звезд. В результате из 36 организаций продолжают работать 32. В прошлом году в госжилинспекцию Московской области поступило более 90 тысяч обращений. Большая часть жалоб коснулась содержания и ремонта многоквартирных домов. Для того, чтобы снизить эти цифры, среди управляющих компаний ведут мобильное приложение для мониторинга состояния МКД. Специалист управляющей компании должен по заданию утром пройти весь дом, сфотографировать определенный перечень элементов и расставить пометки о том, находятся ли они в исправном или неисправном состоянии. Если есть неисправности, если они выявлены, они подлежат устранению в течение регламентного срока и должна быть точно так же в этом приложении проставлена отметка о исполнении. Кроме того, по поручению губернатора Московской области разработан интернет-портал «Чуткая власть». С его помощью жители Подмосковья смогут оценивать работу управляющих компаний и отдельных специалистов. Запуск новой интернет-площадки запланирован на ближайшее время. Луизия Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Очередное заседание рабочей группы по реконструкции Октябрьского проспекта провел заместитель и председатель Сергей Орлов. В дискуссии приняли участие представители Люберецкой ГИБДД, дирекции дорожного строительства Московской области и генерального подрядчика. Участники встречи обсудили сроки подготовки 3D-проекта. Он будет готов 4-5 марта. Бурные дебаты вызвали и схемы территориального планирования Московской области и проекта планировки городского округа Люберцы. Поэтому в проекте реконструкции будут учитываться все показатели. И транспортно-пересадочный узел станции Люберцы-1, и строительство магистрали М5 «Урал», и дальнейшее развитие МЦД. Напомним, рабочая группа создана с целью мониторинга и контроля работ, проводимых в ходе реконструкции Октябрьского проспекта. Ликвидация последствий тройного ДТП, тушение пожара в автомобиле, помощь пострадавшим. Такие непростые задачи поставили перед люберецкими спасателями во время учений. Наша съемочная группа наблюдала за экзаменом. Из-за короткого замыкания на дороге загорелся автомобиль. Водитель бензовоза, который едет навстречу, не справляется с управлением и создал аварийную ситуацию. Через считанные минуты на место ДТП приезжают спасатели и бригада скорой помощи. Чтобы предотвратить взрыв, бензовоз заливают пеной. Спасатели ликвидируют последствия крупного ДТП. Задача – извлечь участников аварии из автомобилей, оказать им первую помощь и передать медикам. Первое прибывшее подразделение произвело разведку, начало оказывать помощь, запросило дополнительные силы. Мы прибыли, получили задачу на дебукировку и спасение пострадавшего, находящегося в машине, которая лежит на боку. Условия максимально приближены к реальности. Каждая минута на особом счету. Несмотря на то, что это всего лишь учение, спасатели не расслабляются. Ребята получили задачу здесь, так сказать, такую же, как они получают при реальном вызове на пожар. Информации у них было минимально. Работали они, так сказать, с листа. Как они должны были работать, так они проводили аварийно-спасательную работу здесь. На одной площадке задействовано более 30 человек и 10 единиц спецтехники. Спасатели отработали весь алгоритм действий и в очередной раз подтвердили свою готовность прийти на помощь. Я считаю, что сегодняшнее учение проведено на высоком уровне. Принимали участие спасатели, которые стали чемпионами России в 2017 году. Были отработаны вопросы координации взаимодействия со всеми обеспечивающими службами, с администрацией городского округа Люберцы. В последнее время у нас очень участились случаи возгорания автомобилей. Поэтому пожарные части, расчеты пожарных автомобилей должны четко действовать при тушении автомобилей. Такие учения люберецкие спасатели проводят постоянно. В следующий раз свои профессиональные навыки они отточат в сентябре. Луиза Игазырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Мамы и папы люберецких школьников попробовали сдать госэкзамен по русскому языку. Так округ присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ» с родителями. 50 взрослых сели за парты 12-го лицея, как и положено, с паспортом и черной гелевой ручкой. Каждый из них прошел путь школьника. От регистрации до заполнения экзаменационных бланков. Для эксперимента даже разработали специальные контрольно-измерительные материалы с сокращенным числом заданий. Все для того, чтобы родители на практике убедились, не так страшен ЕГЭ, как его представляют. Акция создана для того, чтобы снять напряженность, продемонстрировать всю процедуру сдачи ЕГЭ. Как встречают детей, как их провожают до аудитории. Ознакомиться с бланками и с кимами заданий. Также родители сдали госэкзамен по истории. А 29 февраля можно проверить свои знания по математике в 56-й гимназии. Что мой ребенок ест в школьной столовой? Каждый родитель хотя бы раз задавался этим вопросом. Теперь у взрослых есть возможность попробовать еду школьников и сделать свои выводы. Родители учеников 12-го лицея уже провели такой тест-драйв. О результатах узнаем из сюжета. До перемен остаются считанные минуты. В школьной столовой уже витает аппетитный аромат. Но на этот раз, кроме привычных посетителей, в самое вкусное помещение лицея заглянули гости. Получив свою порцию обеда, ревизоры расселись в просторной столовой и принялись за дегустацию. В меню борщ, картофельная запеканка с мясом и овощной салат. Судя по тому, как быстро опустошились тарелки, ребятам обед тоже пришелся по душе. Огурцы очень нравятся, маринованные. Больше всего борщ понравился. Проект «Родительский контроль» стартовал во всех школах Московской области. Мама и папа школьников имеют право не только попробовать завтраки и обеды, но и внести свои предложения и высказать замечания. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши все действия и действия сотрудников образовательных организаций, всех тех, кто работает на пищеблогах, были открытыми. И если есть такие вопросы, если они вдруг возникают, очень хорошо, когда они оперативно могут решаться. Именно в формате диалога, не в формате жалоб. Оценить рацион и качество школьного питания, заодно и вспомнить вкус детства могут все родители. Нужно лишь заранее согласовать с классным руководителем дату и время. Луиса Егезерян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовала патриотическая акция про героя. Жители городского округа могут принять участие в съемках видеоролика, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сейчас я хотела бы рассказать вам про своего прапрадедушку, который погиб во время Великой Отечественной войны. Его зовут Зотов Матвей Сергеевич. Стать участником проекта может любой желающий. Первые рассказы о родственниках героях записали пять люберчан. Среди них депутаты, представители партии «Единая Россия» и молодежь городского округа. Это рассказ, видеоролик и фотография того человека, который воевал, будут запечатлены уже в музее Зои Космодемецкой. То есть, это интернет-активная такая будет стена памяти, где каждый может увидеть своего героя и послушать о нём рассказ. Записать видеорассказ о героических подвигах своих предков можно в местном отделении партии «Единая Россия». Предварительная запись проводится по будням с 10 до 16 часов, по номеру, который вы видите на своих экранах. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. День защитника Отечества – день мужчин, которые в любую минуту готовы стать надёжной опорой для своей родины, своих близких. В этот день не забывают и о героях, которые отдали во имя Отчизны самое ценное – жизнь. О защитниках Отечества нашего времени в сюжете Луиза Егезарян. «Пока свободен твой народ, он позабыть тебя не в силах. Ты пал, но кровь твоя течёт не по земле, а в наших жилах». Эти слова высечены на могиле Андрея Ахмадулина. В 95-м году он погиб в Чечне. Обычный парень-излюберец, который мечтал управлять БТРом. В один миг стал героем. «В ночь с 1 на 2 января он нёс службу на блокпосту. Это было очень удобное время, когда можно было совершить нападение на воинскую часть и уничтожить. И вот он открыл огонь, грудью закрыл, поднял тревогу. Он, конечно, был убит. Вот это мальчик». На фасаде пятой гимназии, где учился Андрей, в марте 2016-го открыли памятную табличку. Не забыт подвиги остальных люберецких ребят, которые навсегда остались молодыми. Рядовой Алексей Маскутов буквально с порога школы отправился в Афганистан. Всегда стоял на передовой. Погиб во время боевой операции. Мемориальные доски с фамилиями Люберчан, не вернувшихся из горячих точек, можно встретить в 11 школах городского округа. Память воинов-интернационалистов увековечена и на Аллее славы. «У меня вот такое убеждение, что теперешние молодёжь, вот ученики в школах, старшеклассники, они все сделают шаг вперёд. Мы напрасно думаем, что у нас какая-то молодёжь такая растёт, избалованная. Это неправда. Когда родин позовёт, они не откажутся, они займут свои ниши». Сегодня вопросу воспитания будущих защитников Отечества уделяется особое внимание. Большая популярность военно-патриотических клубов и движений тому доказательство. «Защитникам Отечества не рождаются. Он воспитывается с детства. Любовь к родине, уважение к старшим, в первую очередь, любовь к своей семье, уважение родителей. Но исходя из этого уже постепенно-постепенно наращивается военно-патриотическая составляющая». Девушек и юношей учат следовать девизу «Отечество, преданность, честь». И у молодого поколения пока есть возможность получить уроки мужества от тех, кто прошёл самую сложную страницу нашей истории и показал пример, каким должен быть защитник Отечества. «У нас практически каждый человек, который в нашей стране живёт, все защитники нашего Отечества. А задача их одна – сохранить мир не только в нашей стране, но и во всём мире». «Защитникам Отечества – это отдавать все силы, возможности, знания на служение Родины и народа». Люберецких защитников Отечества поздравили с главной сцены округа. Во Дворце культуры прошёл большой концерт, посвящённый 23 февраля. Событие попало в объектив камеры нашей съёмочной группы. «Мы все испытаны, ни раз, ни два боя, ни маршалли. Мы от солдата и до маршала. Одна семья, одна семья». Большая семья Люберецких защитников Отечества взяла выходной. Во главе роты виновников торжества – гордость российской армии. Это люди, которые посвятили службе Родине десятки лет. Председатель Люберецкого совета ветеранов и генерал-майор в отставке Юрий Орехов в 62-й раз отмечает 23 февраля как профессиональный праздник. Он до сих пор помнит слова присяги, которую давал, вступая в ряды вооружённых сил. «Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Вступая в ряды вооружённых сил, принимаю присягу и торжественно клянусь». Сегодня в рядах российской армии несут службу 525 люберчан. Почти тысяча человек прошла через Афганскую войну и две чеченские компании. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В округе живут 180 участников тех событий. Праздничный концерт омрачила новость о смерти ветерана, военного лётчика и подполковника в отставке Георгия Новикова. «Печально такие слова говорить и произносить, но будет правильно, если мы почти минуты молчания». На смену одним защитникам приходят другие. Патриотов из юных люберчан растит движение «Юна армия». В канун 23 февраля в ряды люберецкого отделения вступил 71 школьник. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Иван Скоблюк, телеканал ЛРТ. 20 февраля этого года – день редкий по своей красоте и приметам для любителей магических дат. Числа 20-02-2020 в своем свидетельстве о регистрации брака захотели увидеть многие. На Люберецкий ЗАГС обрушился шквал свадеб. Наш корреспондент Анна Троян не смогла пройти мимо такого события. Что означает «Маш Мэндельсона» знает каждый с детства. Белое платье, фата, кольца, слезы счастья и самые заветные слова. В самый важный день жених не волновался, хоть и на себя примерил эту роль впервые. Для Сергея Тарачанова бракосочетание – это что-то обыденное и повседневное. За его плечами 400 проведенных свадебных торжеств. А вот невеста, напротив, испытала весь спектр эмоций. Мы хорошие друзья. В первую очередь, да. Мы очень любим друг друга. Это в первую очередь. Есть очень простое объяснение. Мы на одной волне. Да. И юмор, любовь, и грустные моменты бывают. Мы тоже переживаем это совместно. И будем теперь делать это всю жизнь. Но об этом не Сергей когда-то только мечтал. Два года у Натальи неустанно добивался в социальных сетях первого свидания. Увидев глаза в глаза друг друга, искорка между ними проскочила сразу. Родители Сергея – пара с солидным опытом совместной жизни. В браке 36 лет. Давали молодоженам советы. Хочу, чтобы шли по жизни правильно, прямым, без обманов и с чистой, с простертыми, как говорится, объятиями. И берегли свою любовь. До главного решения Сергея Наталья оставалась ждать лишь совместного отпуска. Романтика южных берегов Сиамского залива подтолкнула его сделать главный шаг в жизни. Он сделал ей предложение. А выбор красивой даты для свадьбы сделала невеста. Это просто мой, знаете, женский долг был – выбрать красивую дату. На самом деле просто красивое число. Зеркальное – 20-02-2020. Очень красивое число. Я думаю, что мой муж эту дату 100% не забудет. Я постараюсь. Какого-то сакрального смысла в этом нет. Если бы мы женились в какой-то другой день, это бы не было для меня каким-то огорчением. Подумали так же, но все же решили узаконить брак именно 20-го. А в феврале 2020-го еще 52 люберецкие пары. Красивая, уникальная дата прибавила работы сотрудникам ЗАГСа как минимум вдвое. Межрайонное отделение в Люберцах приняло всех желающих. Последний раз красивая дата была в 2012 году. 12-12-12. Теперь спустя некоторое время. Вообще очень много граждан, которые хотели бы создать свою семью и вступают в брак. Их становится больше и больше с каждым годом. Я думаю, что не должны наши граждане зацикливаться на красивых датах, потому что самое главное – это любовь. Нумерологи считают, что связать себя узами брака 20-го февраля именно в этом году – к счастливой и благополучной семейной жизни. Верить в магию чисел или нет – решать вам. Однако в 2020 году осталось немало красивых дат. Очевидно, многие предпочитают узаконить свои отношения в особенное время. Следующий наплыв свадеб – Красная Горка, которая в этот раз выпадает на конец апреля. А дальше – месяц май, которого совсем зря боятся суеверные пары. Статистика доказывает – браки, заключенные в это время, распадаются реже всего. Анна Троян, Валерия Абсалябов, телеканал ЛРТ. Мама десяти детей. Это гордое звание теперь носит Татьяна Миклашевич. У женщины трое сыновей и семь дочерей. Самая младшая – Яна – появилась на свет на днях в Люберецком роддоме. Наш корреспондент Луиза Егезарян встретилась с многодетной мамой. Ну что, придешь еще одиннадцать раз? Подумайся. В Люберецком роддоме Татьяна Миклашевич – гость частый. Появление на свет своих детей жительница Дзержинского доверяет только люберецким врачам. И на этот десятый раз все прошло успешно. Роды прошли великолепно, хорошо, без каких-либо осложнений. На сегодняшний день такое количество родов крайне редко. Самое большое, как у нас рожают, это вторые роды. Ну, слава богу, сейчас пошли еще и третьи роды часто приходят, рожают. Но не более. Десять родов – это крайне-крайне редко. О большом количестве детей Татьяна и ее супруг мечтали всегда. Сегодня в семье Миклашевич есть и студенты, и школьники, и детсадовцы. Рождение маленькой Яны все ждали с нетерпением. Они вчера приезжали, довольные все. Все тискали маленькую. Мы особо не распределяем обязанность так, кто чем может, там поможет. Кто-то придет, там посуду помоет, кто-то уберется в одной комнате, в другой комнате. Ну, так, особо таких жестких правил, ты-то делаешь что-то, у нас такого нет. Такая большая семья – случай, конечно, редкий, но не единичный. И в прошлом году в Люберецком роддоме появился малыш, который тоже стал десятым в семье. Луизия Гязырян, Иван Скавлюк, телеканал ЛРТ. 560 экспонатов в одном выставочном зале могут увидеть жители округа. В Люберецкой картинной галереи открылась выставка Гжельского государственного университета. Среди первых гостей экспозиции оказалась наша съемочная группа. Кисть художника выводит на холсте двухцветные узоры. Писать синим по белому будущих мастеров изобразительного искусства учат в Гжельском государственном университете. Плоды студенческих трудов на выставочных стеллажах Люберецкой картинной галереи. Это посуды и фигурки, украшенные русской народной росписью. Только благодаря вам, вашему труду, именно картинная галерея становится правильным, настоящим выставочным залом. Только благодаря вашему искусству, вашему творчеству и вашему таланту. Гжельская роспись не единственное, что можно увидеть на выставке. Произведения художественной керамики, живописи, графики, скульптуры и дизайнерского творчества заняли большой выставочный зал. Среди авторов работ – преподаватели и студенты Гжельского университета. Я бы очень хотела, чтобы как можно больше молодежи, выпускников школ, выпускников не только школ, а и каких-то колледжей посетили. А также всем желающим, кто не безразличен, к Желе вообще. И в частности к новым веяниям в ребячьих работах. Потому что посмотрите, от академизма они достаточно далеки, но тем не менее они интересны. Увидеть произведение искусства люберчане смогут до 5 апреля. Позже выставка продолжит свое путешествие. Гжельский университет уже получил приглашение от Новоистринского монастыря. А в следующем году планируют представить экспонаты на суд гостей Культурно-православного центра Парижа. Путешествие во времени начинается. Люберецкий портал в прошлое расположился за вывеской «Королевский квест». Игровых дел мастера пригласили искателей приключений отправиться в прошлый век, туда, где разворачиваются события киноленты «Назад в будущее». Ее сюжет лег в основу одноименного квеста. Я смотрел фильм, и мне он очень понравился. И там были доктор и его помощник, и я их узнал в этом квесте. Марти и доктор Браун помогут разгадать загадки квеста. Их немало. Приключения длиною в час заставят поломать голову и провести мозговой штурм. Правильные ответы заведут машину времени, которая с ветерком домчит до наших дней. О, кажется, мы путешествуем во времени. Ребята, держитесь за парня, который сидит. «Назад в будущее» – одна из шести игр королевского квеста. Для неслабонервных компания приготовила два хоррор-сюжета. «Остаться в живых» и «Книга смерти». «Подземелье чародея» – история для тех, кого завораживают фэнтезийные миры. Игра по мотивам популярной игры «Майнкрафт» – лидер по версии самых юных гостей квест-рума. А шпионская новинка «Агент 007» угодит тем, кто постарше. «Там разнообразные задания. Там нужно преодолеть лазеры, там где-то нужно пострелять. И это интересно взрослым, потому что при этом еще нужно разгадать сложные загадки». Пока гости квест-рума ведут лазерные бои, для них готовят новинки. Вот-вот выйдет игра по мотивам второй части фильма «Назад в будущее». Следить за изменениями в репертуаре королевского квеста можно на сайте. Его адрес вы сейчас видите на экране. Здесь же можно выбрать и забронировать любой из действующих квестов. Дворец «Спорта Триумф» на несколько часов стал большой танцевальной площадкой. Ежегодный фестиваль «Мастер Стар. Область. Движение» в очередной раз собрал молодых и самых энергичных жителей округа. Наша съемочная группа взяла на вооружение пару танцевальных восьмерок. «Мастер Стар» – это невероятный выплеск энергии и эмоций. Каждый год студенческие и молодежные коллективы выходят на большой танцпол и сражаются за звание лучшего. Этот фестиваль стал 13-м по счету. «Это, наверное, уникальное явление в Подмосковье. Такого, наверное, больше нигде нет. Нет, мы хотим, чтобы наша молодежь цивилизованно, красиво и с пользой отдыхала, проводила свой досуг и, конечно, знакомилась, общалась и объединялась». Представители техникумов, колледжей и высших учебных заведений – всего 11 команд. Их задача не просто показать свой номер, но и успешно справиться с импровизацией. Например, по команде ведущего, исполнитель изгинку или кадриль. «Марафон длится не один час, поэтому в течение всего этого времени мы за ними наблюдаем. И когда у них свободная пластика, мы им раздаем баллы. Когда они танцуют свои номера, это уже, мне кажется, отдельное судейство. Конечно, это самое интересное для меня в первую очередь, что они, какие заготовки они подготовили». Оригинальность исполнения и синхронность – первое, на что обращают внимание жюри, чтобы достойно выступить перед большой аудиторией. Участники марафона готовились месяц. «Настроение боевое. Мы пришли за победой. Мы последние два года занимали первое место и в этот раз решили тоже занять первое место». Но на этот раз победителями стали другие команды – студенты Московской государственной академии физической культуры и Люберецкого медицинского колледжа. А среди общественных организаций лучше всех станцевали представители Центра молодежного творчества «Орбита». Люберцы стали площадкой проведения чемпионата и первенства России по спортивному ориентированию. В Томилинском лесопарке на протяжении нескольких дней сильнейшие спортсмены страны показывали свои способности в лыжных дисциплинах на разных дистанциях. Лучшие спортсмены вошли в состав сборной России. Вооружившись чипом и картой, лыжники приступают к спортивному ориентированию по Томилинскому лесопарку. Неоднократная участница всероссийских соревнований Валерия Макринская справилась с короткой дистанцией хорошо. Нашла все отметки за 16,5 минут. Дистанция была достаточно легкая. Главное было не ошибаться и всегда знать, где ты находишься. Мотивирует меня, наверное, цель, чтобы достичь первого места. За победой на чемпионаты первенства России по спортивному ориентированию приехали почти 500 лучших лыжников из 40 регионов. Среди обладателей золотых наград та, кто уже прославила страну. Татьяна Аболина из Пермского края. Чемпионка Европы и мира. Я выиграла чемпионат России в дисциплине спринт. Это короткая дистанция. Выбрала зимнее ориентирование, потому что большую часть времени в Пермском крае лежит снег. Все дистанции не похожи друг на друга. Каждый день новый старт, новая дистанция. Все это проходит на улице, на свежем воздухе. Показать хорошие результаты на крупнейших соревнованиях сезона непросто. Точки для спортсменов расположили по всему лесопарку. Лыжная гонка в этом виде спорта требует не только скорости и выносливости, но и интеллектуальных способностей. Главная задача – сориентироваться по карте и оставить метку чипом на датчике. Способ действия, свое поведение на местности. Надо думать, куда ехать, как быстрее проехать, как лучше сложиться. Вообще спортивным ориентированием официально занимаются с 8 лет. Но лет 5 шлифовать свое мастерство, чтобы начать показывать какие-либо результаты. В погоне за членство в сборной страны спортсмены выполнили задания на нескольких дистанциях. Спринт, длинная дистанция и эстафета. Четыре соревновательных дня. Успехов на спортивном олимпе лыжникам пожелал Владимир Ружицкий. Хорошее настроение. Спортсменам всем удачи. Ну, как принято, пусть победит сильнейший, но и пусть повезет. Все-таки в спорте нужно и везение. Всем самое доброе пожелание. Из победителей чемпионата сформируют сборную, которая уже в марте защитит честь страны на чемпионате Европы. Анна Дроян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. За окном тают остатки снега, а в банде игрушка – цены. Весной магазин согреет горячими скидками. 2 марта здесь стартует грандиозная распродажа. На чем можно сэкономить, Дарья Борисова расскажет. Замечательный магазин. Можно найти все, что необходимо. И канцелярию, и книги, и игрушки. А еще наборы для творчества и подарки. Как раз за презентами для будущих защитников Отечества в банде игрушку пришла Наталья Наумова. Для своих воспитанников сотрудница детского сада выбрала раскраски. Но не только праздничные даты становятся поводом заглянуть в банде. Я беру методическую литературу еще. И наглядные материалы также здесь есть. Я работаю в саду, и мне это нужно. Здесь большой выбор и недорого. А будет еще дешевле. В марте магазин дарит своим покупателям скидки от 20 до 50% на весь ассортимент. Такого ценопада в банде еще не было. Щедрая акция поможет мужчинам не разориться на подарках к 8 марта. Где еще в предпраздничной суматохе купишь брендовую канцелярию за полцены. У нас настолько представлен шедерный ассортимент, что он удовлетворит любой спрос, будь то офисная, либо школьная канцелярия. Команда закупщиков – это очень хорошие профессионалы, которые подобрали ассортимент любой ценовой категории и без занятских решений. С банде легко угодить и книголюбкам, и мастерицам. На стеллажах магазина не составит труда найти ту самую книгу или набор для творчества мечты. А самых юных виновниц торжества получится порадовать игрушками. Два этажа магазина – это целый склад идей для подарков. Дарья Борисова, Иван Скоблюк, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации, еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова